Здравствуйте, уважаемые ученики студии археологического клуба, здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала на youtube. И я бы сегодня хотел рассказать об очень интересном объективе и очень необходимом объективе для любой камеры sony a7 и всего этого семейства полнокадровых камер sony без зеркальных. Это объектив макросотка 100 на 2,8 от фирмы samyang. Нужно сказать, что вся линейка для полнокадровых фотоаппаратов, вся линейка объективов, она еще не до конца сформировалась и пристала принимать уже такие окончательные очертания только в последние полгода с выходом новой серии у sony. Ну и для меня стало важной задачей найти какой-то объектив макро. С одной стороны очень хотелось снимать всяческих букашек, всяческие капельки на травинках, особенно когда я увидел там у нас у одного человека в студии во время экспедиции был с собой макрообъектив. Я прям захочу-хочу-хочу. А те объективы, которые были у меня 24,240 и 55,1,8, Carl Zeiss, они не дают близкой фокусировки. У них очень длинное расстояние, метры больше минимальное расстояние. Поэтому невозможно сделать нормальное макро. Конечно, ну и кроме того, пообщавшись с знающими людьми, которые именно занимаются фуд-фотографией, я понял, что вот они советуют 100 миллиметров. Это самое лучшее для предметной съемки, что для археологии тоже важно, и для фуд-фотографии. Поэтому я обратился к возможным вариантам. Сразу скажу, что к сам Янгу я шел не прямо. Дело в том, что у меня не было особого предубеждения в отношении корейцев, но он все-таки не автофокусный, а как-то хочется автофокус. Я не понимал еще тогда, что занимаясь макросъемкой, автофокус нафиг не нужен. Но, тем не менее, вот сначала я обратился к фирме Minolta, к ее объективу 100 на 2,8. Такой же, да, знаменитый объектив. И вроде бы с возможностью сохранения автофокуса через переходник. Но, во-первых, Minolta, он достаточно доступный по цене, но если ставить этот сложный переходник с псевдозеркалом или полупрозрачным зеркалом, то, во-первых, цена вырастает в два с половиной раза. Во-вторых, теряется та компактность, которая есть у объективов и вообще у системы Sony a7. Вот, поэтому от Minolta мне пришлось отказаться. Ну и единственный вариант, который тогда был, это было месяцев семь назад, да, середина середина шестнадцатого года, это вот этот сам Янг. Это была очень смешная история. Я начал его искать в магазинах одной известной сети и прямо вот в магазин прихожу и говорю, вот хочу этот объектив. Они говорят, нет, вот мы торгуем сейчас только Fuji, вот наш магазин в этой сети. А как вы будете снимать сам Янгом? Он же не автофокусный. Я говорю, ну, у меня есть фокус-пикинг. И тут продавец произносит сакраментальную фразу. А что такое фокус-пикинг? То есть продавец, который продает беззеркальные фотоаппараты, не первый год, не знает, что такое фокус-пикинг. Вот. Ну ладно, пришлось рассказать человеку, что такое фокус-пикинг. Кстати, что такое фокус-пикинг? Это такая система, когда вы берете не автофокусный объектив, наводите его на резкость, и включенный фокус-пикинг показывает вам цветом, где резкость. То есть вы всегда видите, где у вас резко, а где нет. Это офигительная тема. Там еще есть еще одна классная система. Это лупа. Вы нажимаете тоже кнопочку запрограммируемую, и он делает сильное увеличение, чтобы вы по центру кадра видели, что вы, где у вас фокус. Вот. Да, не промахнулись вы по резкости. Но пикинг намного удобнее. Вот. И иногда их сочетают вместе, я снимаю только на пикинге. Мало того, я когда уже приобрел этот объектив, я понял, что стал снимать и на обычных объективах мануальным методом, да, отключая автофокус, значительно чаще. Потому что, когда ты контролируешь, вообще фотография, это во многом проблема контроля. Да, то есть ты должен либо довериться технике, либо контролировать. И вот контролировать, это так прекрасно. И вот ты раз, и ты нажимаешь, ты видишь, где у тебя фокус. Ты контролируешь этот процесс. И я стал снимать и на обычных объективах, отключая автофокус. Или, например, я снимаю автофокусом, понимаешь, что я не попадаю, я не буду добиваться там десять раз нажимать, я переключусь на автофокус. Но это после объектива, по покупке этого объектива. Теперь давайте о нем самим подробно. Во-первых, это очень смешная история. Этот объектив для Sony E в городе вообще, в нашем, в Свято-Петрограде, не было. И нужно было заказывать и ждать там три недели. Но я-то знал уже из обзоров, что самьянговский объектив для Sony E, это самьянговский для Canon. Просто с простым наваренным сверху переходничком. Такой переходничок уже у меня был, я снимал с советскими объективами. Поэтому я просто, это такая вот, просто дырка. Без всяких линз, без всяких контактов. Вот, вы просто его накручиваете. Так получается рубли на 600 дешевле по сумме. Вот, но это не принципиально. Но в итоге у меня получился такой же объектив, как и для Sony E. Да, изначально это Canon. То есть, если у нас кто-то имеет Canon, он может у меня брать спокойно и пользоваться. Да, вот так вот. Макриком таким. Теперь, он очень тяжелый, он весь металлический. У него очень плавный и длинный ход. Это очень важно. То есть, фокусировка производится очень точно за счет плавного и длинного хода кольца. Мне это очень нравится. Снаружи вынесена диафрагма и все. Никакие вещи не выпирают. Он тяжелый, он длинный, он большой. У него такая смешная бленда, которая показывает, что такое 100 мм. Вы понимаете, что это фактически труба. То есть, вот 100 мм, это вот оно. Она не попадает в кадр. Следовательно, угол у вас примерно такой же. Да, вот. Это очень классная техника, она мне очень нравится. Вот, чисто тактильно, что, кстати, очень важно. Но давайте все-таки к тому, что и как он снимает. Если говорить об общих характеристиках, мне кажется, самое главное это резкость. Он резкий везде, всегда, на раскрученной диафрагме, по краю кадра. Резкий как понос. Поэтому здесь, мне кажется, это очень классная техника. Это один из показателей класса техника. У него мягкая, приятная баке при всем при этом. Хотя, конечно, он не дает такой волшебной картинке, как Карл Цейс 55-1,8. Но она такая просто вообще. Но все равно размывает фон он прилично. И на макросюжетах, и на обычных сюжетах. Светосила 2,8 мне, конечно, немного мало. Но в действительности нормально. Обладая и другим светосильным объективом, я могу, если что, использовать его. Хроматические аберрации? Не заметил. Геометрические искажения? Ну, а какие они вообще могут быть на 100 миллиметрах? Не особо. Опыт использования. Каждый раз, когда я говорю о каком-то объективе, я стараюсь недельку им поснимать все свои сюжеты, которые я в течение недели делаю и съемки. И первый раз, когда я вот взял, начал неделю ходить и бросил. Бросил. Отставил этот объектив. Потому что в некоторых сюжетах снимать им было совершенно невозможно. Нужно понимать, что 100 миллиметров это такое не универсальное расстояние. Вы не можете снимать им все как, не знаю, там 50 миллиметровым объективом. А снимать только определенные сюжеты определенные. Давайте начнем по порядку. Макро. Макро волшебное. Макро качественное. Но он под это дело и заточен. 30 сантиметров минимальное расстояние и 100 миллиметров фокусное расстояние дают возможность вам делать очень-очень четкие. А 42 мегапикселя разрешения позволяет, если что, еще кадрировать очень жестко и сильно и много и получать очень и очень четкие кадры очень маленьких объектов. Тем не менее, это еще хороший портретник. То есть, на открытой диафрагме он размазывает фон, он приятен, он, правда, отходить нужно далеко. Но, тем не менее, он вполне применим как портретный объектив, как один из портретных объективов в наборе. Пейзаж. Вот пошел я, понимаете, погулять и пока снимал всякие капельки, снежинки. Все было хорошо. Когда я захотел снять остров на озере, достаточно большой объект, я пошел на другой берег озера, подальше, а потом начал отходить дальше, 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 чтобы этот остров попал в кадр. И в итоге все лишнее лезло в кадр. И я понял, что это совершенно неудобно для пейзажа, особенно если пейзаж имеется в виду вот какой-то объем, да, какой-то достаточно большие объекты, этот не очень подходит. При этом это же, ну, не телевик, не зум какой-то, которым можно вот наехать. Да, то есть, 100 миллиметров и все. Студия. Дело в том, что для того, чтобы он успешно работал, это же, во-первых, в студии это не так принципиально, да. Дело в студии мы можем снимать автофокусом, потому что мы снимаем на зажатой диафрагме. И у нас, соответственно, там 8, 11 рабочие. И ошибка, глубина резкости больше, ошибок меньше. Прицелились, автофокус поймал, щелкнули. Поэтому здесь, в общем, мануальный выходит скорее с какой-то большой проблемой. Ничего особо ты тут не контролируешь. Кроме этого, ну, может быть, я чего-то не понимаю, это же, может быть, я чего-то не понимаю, но при съемке на зажатой диафрагме камера получает мало света. И для того, чтобы поймать фокус, мне нужно раскрутить диафрагму, дать больше света, поймать фокус и закрутить диафрагму. Что, в общем, может сбить и фокус, и вообще происходящее в кадре изменить. Я просто, может быть, не буду видеть, что происходит. Или нужен очень сильный пилотный свет, который при этом все время отключается во время съемки. Ну, в общем, странно. Кроме того, естественно, что когда ты в студии снимаешь подряд кадры, когда модель двигается и замораживает движение только на недолгое время, делать это мануальным объективом очень сложно и неудобно. Ну, совершеннейшим королем, конечно, выглядит этот объектив фуд-фотографии. Это, с одной стороны, это такое сейчас модное направление, а с другой стороны, очень востребованное. Это показывает и работа на стоках, и показывает и то, что нас в наших студии иногда даже просят рестораны или кафе прийти поснимать. Мы, с удовольствием, вывожу своих ребят-учеников, мы снимаем целую серию снимков, все практикуются. Вот недавно мы это делали в кафе «Клюква», да, Миша? Вот. И... Именно... А, потом мы... Чувствуйте, у меня слюна выделилась, да, понимаете? Потом мы все это едим, что нам показали. Отдаем фотки, мы попрактиковались, а люди получили качественные фотографии еды. Вот. Так вот, в фуд-фотографии, конечно, этот объектив чрезвычайно хорошо себя показывает. Это не макрофотография, ну, в большинстве своем. Но при этом все картинки резкие, ошибок нет. Я заметил, на стоках сразу стало меньше отказов. У меня время от времени там выпадало, что вот, типа, недостаточная резкость. Или там еще сейчас никаких вопросов по этим фотографиям, сделанным этим объективом нет. Вот. Я могу сказать, что вообще в фуд-фотографии я практикуюсь очень часто, просто потому, что каждое утро я фотографирую, а теперь в основном этим объективом, какой-то необычный кофе, выкладываю его в ВКонтакте, в Инстаграм, так поздравляю всех с наступившим темным и противным ноябрьским питерским утром. Вот. Так что у этого объектива масса мест применения, но он не универсален. И тем не менее, если у вас есть фотоаппарат Sony A7, A7R2, A7R, A7S, S2, A7-2, в общем, все семейство Sony E полнокадровых фотоаппаратов, конечно, этот объектив надо брать, потому что он относительно дешевый. То есть, относительно моей зарплаты он дорогой. А вот относительно всех остальных объективов Sony он просто очень дешевый, потому что чем дальше выходят объективы Sony, тем страшнее мне становится. Я начинаю смотреть цены, и у меня волосы швелятся на голове. Вот. Поэтому что CASE, что Sony G-Series, они все очень дорогие. И сумма в 500 долларов для такого объектива выглядит очень-очень хорошо. Вы закрываете важную часть своей работы, важную часть, ну, если она действительно вам нужна, это фокусное расстояние и эти возможности макросъемки. И при этом вы тратите не очень много денег. И при этом, если вы покупаете, например, какой-то макрообъектив фирмы Sony с автофокусом, это, конечно, очень круто, хорошо, но автофокус вам в этой ситуации не очень-то и нужен. Поэтому вы сильно переплачиваете и за бренд, и за бренд. Вот. Так что однозначно брать можно с переходником, можно оригинальный, если у вас есть такая возможность. Ничего страшного с переходником нет. Макро Самьянг 102.8 – отличный объектив. До встречи в студии.